Удар судейского молотка и дебошир-рецидивист Евгений Панырко Оказывается на свободе Чуть больше полугода за решеткой Такая мизерная плата за нападение на полицейского Конфликт произошел в июне 2016 года в баре Кокаду Терновского района Пьяный Панырко ссорился с посетителями, бил посуду и бутылки После приезда патрульных бросился бежать Когда агрессивного посетителя настигли сражи порядка Ударил по голове полицейского Правоохранителя доставили в больницу с сотрясением мозга По словам пострадавшего копа Дебошир Панырко даже пытался отобрать у него табельное оружие Потом я зашел в кафе, да? Вы? Нет Сначала сотрудник полиции зашел Потом вышел на улицу Вы зашли в кафе, взяли сумку И ушли Убежали Я взял сумку, да? И сумка была при мне Понятно, да Я убежал или пошел? Пошли до умла здания, потом побежали Куда побежал? За здание Куда-то в поля, я не знаю Суды по делу Панырко продолжались более полугода Заседания несколько раз переносились В том числе из-за неявки адвокатов задержанного Чем увеличивали срок содержания под стражей Сам дебошир неоднократно жаловался на плохое самочувствие Отказывался отвечать на вопросы И требовал, чтобы его не снимали журналисты Свою вину на судах Панырко отрицал Решил раскаяться только на последнем заседании Прокуроры считают такое наказание мягким И будут подавать апелляцию Евгений Панырко ранее судим Это кадры с видеокамеры наблюдения клуба на 44-м квартале В ночь на 25 октября 2015 года Дискотеку прервала перестрелка и драка По словам очевидцев, среди дебоширов С битами и оружием в руках Который избивает парня Криворожский рецидивист Евгений Панырко И теперь он на свободе Юлия Емельянова, Олег Ермолинский, Первый городской